Toyota Land Cruiser 300. По нему мы делали большой обзор, вы можете его посмотреть, там вы узнаете всю необходимую информацию. А сегодня в рамках этого обзора мы будем обсуждать дополнительное оборудование, которое можно установить на Toyota Land Cruiser 300. В частности, поговорим об обвесе Хан третьем и поговорим о возможности преобразовать салон, то есть сделать перешивочку и плюс увеличить подушечку для сидения водителя. Сразу отвечаю на вопрос, который возник у меня, я думаю, также возникнет у вас. Есть ли эти автомобили вообще в наличии? Да, есть. Они есть в наличии, у Мейджора 4 автосалона Toyota в Москве и машин есть в наличии. Можно ли заказать машину? Нет, к сожалению, сейчас заказать автомобиль невозможно. То есть можно выбирать из того, что есть в наличии. Я еще раз повторю, в наличии автомобили есть. Ну и давайте немножечко красоты и будем подробно знакомиться с обвесом. А для того, чтобы вам было проще воспринимать те изменения, которых коснулся тюнинг, мы поставили в салон два автомобиля. Один в обвесе Хан, а второй в стандартном оснащении с завода. Давайте сейчас перечислим те пункты, которые коснулись доработки. Итак, первое это у нас колесные диски. Теперь они у нас 22 диаметра. После у нас идет комплексный обвес Хан. Это карбоновый капот, карбоновая крышка зеркал, карбоновые накладки решетки радиатора, карбоновый спойлер, расширители колесных арок и карбоновые накладки на расширители колесных арок. Гарантия на обвес Хан составляет год без ограничения пробега. Когда вы страхуете автомобиль, это очень важный момент, вы должны застраховывать отдельно вот это вот все навесное тюнинг оборудование. Потому что в стандартной страховке у вас идет покрытие только оригинальных запчастей. Если, например, случилось ДТП и вы замяли, ну в данном случае треснул капот, то, следовательно, вам будут его устанавливать оригинальный. Так что вы должны отдельно застраховать все навесное оборудование. Давайте начнем с капота. Оригинальный капот снят, и на его место поставлен вот такой большой капот полностью из карбона. Как видите, он очень здорово выглядит, особенно в белом исполнении. Почему? Потому что очень интересны вот эти вот темные вставки. Потому что здесь, на черном автомобиле, эти темные вставки немножко теряются до той поры, пока вы не подходите и не видите такую. И кажется вначале, что это просто пленочка поверх краски, но нет, это краска поверх карбона. Говоря сразу о том, можно ли капот покрыть пленкой. Потому что я спросил, ну как бы такую красоту хочется защитить дополнительно. Сказали, что, наверное, не стоит, потому что капот очень рельефный. Очень много рельефов. И сделать максимально качественно это практически невозможно. Так что не нужно. Вот. Говоря о капоте. Он легче. То есть оригинальный капот у нас с вами алюминиевый. Этот капот, еще раз напоминаю, полностью из карбона. Ну и понятно, что он легче. В любом случае, что оригинальный капот, что карбоновый капот, вес вы его никогда не ощутите. По той причине, что у вас есть гидравлические гелегазовые вот эти вот упоры. Как видите, под светом карбон переливается вообще очень и очень красиво. То есть рядом с обычным черным карбон это просто бомба. Накладка вот эта вот у нас, она снимаемая. То есть если вдруг туда что-то упадет, потому что есть куда чему падать, то вы можете эту накладку снять. Но заранее я ее, правда, подготовил для съемок. Так она легко не снимается. Вот. Раз. Снять. Вытащить то, что сюда упало или промыть. Ну и все. Дальше устанавливать ее на место. И все хорошо и замечательно. На решетку радиатора это накладка поверх штатной решетки радиатора. Еще раз отдельно хотел обратить внимание, что это карбон. Это не просто какая-то, это все настоящий карбон. И в связи с этим у нас решетка радиатора немножечко уходит вперед. Говоря о накладках на бампер, они тоже у нас полностью экскарбоновые. То есть у нас оригинальный бампер и поверх него у нас установлены карбоновые накладки. Итак, накладка на бампер. То есть она у нас идет с левой и с правой стороны. И плавно эта накладка на бампер переходит на расширитель колесных арок. Вот этот пластик, расширитель это пластик. А вот вставки как на расширителе, так и вот вокруг противотуманной, это карбон. То есть вот это у нас карбон, нижняя часть карбон, да, а вот это пластик. И, как еще раз повторю, это тоже пластик. Передняя часть, скажем, стандартной версии Land Cruiser 300. И передняя часть Land Cruiser 300 в обвесе Хан. Ответ очевиден. Land Cruiser 300 прекрасен как в обвесе, так и без. Но в обвесе интереснее. И очень интересно выполнены накладки на зеркала. Они также полностью, полностью карбоновые. Красотища. Ну и, конечно же, надпись Хан 3. Куда же без нее? Колеса Хан у нас с вами 22 диаметра. Диски у нас скованы, а резина у нас марки Yokohama. Вроде бы парада. Парада Spy 6. Если я неправильно произношу, напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно. Ну и нравится мне наличие надписи Хан как на дисках, так и на элементах тюнинга. Все колеса у нас оснащены датчиком давления в шинах. Размер резины 285,45 R22. Если мы берем штатную резину, то там у нас идет 265,55 R20. Вот, то есть у нас колеса не просто выше, но и шире. И в связи с тем, что они шире, ну то есть вынос колеса другой, у нас сделаны дополнительные накладки на крылья. Эти дополнительные накладки пластиковые. Ну, как я уже говорил, то есть плавно у нас идет накладка с бампера, переходящая на крыло. И поверх накладки вот здесь у нас есть с вами карбоновая вставка. Ну, для еще более брутальной, для брутального внешнего вида. И надпись ХАН3. Говоря о рисунке, если вы посмотрите на сайте, предлагается два варианта. Это серебристый или черный. Но вот у нас вариант третий, которого вы не увидите нигде, а увидите только у нас. Потому что, потому что вот так. Говоря об обвесе. Если вдруг вы увидите, что вот тут вот что-то отходит, не надо говорить, что это плохой обвес. Почему? Потому что это, так скажем, презентационный вариант. То есть, когда автомобиль будут забирать, приедут специалисты ХАН, и они все приклеят так, что потом это уже, так скажем, не отодрать. Единственный важный момент. Когда вы моете свой автомобиль, точнее не вы, а мойщик, ну или вы, вы должны соблюдать правила. Не подвигать, не подвигать к автомобилю ближе, чем на 50 сантиметров вот эту вот опасную моющую штуку. Вот. И тогда все будет замечательно и хорошо. На заднем крыле у нас тоже есть дополнительный расширитель крыла. Вот. Это сделано, еще раз повторю, для того, чтобы нивелировать увеличение колес. То есть, колеса у нас стали шире. И по этой причине, если бы не было накладки, то они, получается, выходили бы за кузов. Ну и грязь, все бы улетело. Ну и плюс, конечно, это эстетично, когда на колесных арках есть дополнительная накладка. Но важный момент. Если вдруг вы захотите поставить штатные колеса, то, следовательно, они будут внутрь вдавлены. И вот тут будет много пространства. И это, конечно, нарушит всю эстетику. Так что, если как бы вы хотите сохранить эту эстетику, то вам придется покупать зимний резин поверх этих дисков. Ну или покупать еще комплект резины с дисками прям, да, зимними, чтобы просто их менять местами. Вот. Говоря о накладке. Начинала у нас идет поверх крыла. Она у нас также немного попадает на лючок топливного бака. И вот здесь, на заднем крыле, ой, на заднем бампере, вот это у нас накладка. И плюс вот эта вот карбоновая накладка, в принципе, это весь тюнинг заднего бампера. Вот так у нас выглядит оригинальная версия Land Cruiser 300. А, вот так выглядит тюнинг-версия. Обратите внимание, да, на то, что расширители колесных арок вот прям именно так, как нужно, компенсируют ширину, точнее, выступ колес из колесной арки. Ну и одна из самых важных частей любого тюнинга, это, конечно же, спойлер, да, то есть у нас есть с вами штатный спойлер. Ну и вот тут Хан идет дальше, и он делает дополнительный карбоновый спойлер. То есть, чтобы прям потоки воздуха, которые вы рассекаете на своем автомобиле, просто перед вами расступались. Вот, это все сделано для, не только для эстетики, но и с практической точки зрения очень полезная штука, этот спойлер. Ну вот, посмотрите, это задняя часть у нас с обвесом, и задняя часть без обвеса, то есть какой-то такой существенной разницы нет. Но, правда, напоминаю, что там у нас с вами супер карбоновый спойлер. Ну и давайте перейдем к салону. Ну, во-первых, у нас здесь очень красивая обшивка. Чем она мне нравится? Потому что она действительно красивая. Красивая, качественная, совершенно такой хорошенький, ровный шов. Это у нас замечательная кожа Napa. И визуально она похожа, ну, мне как кажется, на крылышки, точнее, на хвостики жар-птиц. Такая прям вот очень похожа. Вот, плюс у нас с вами потолок покрыт алькантарой. Ну, помимо того, что потолок, также и стойки, и ручки тоже все покрыто алькантарой. Ну, во-первых, это эстетично, во-вторых, это максимально практично. Потому что алькантар, она лучше поглощает шумы. Ну, и, следовательно, ваш салон становится еще с лучшей шумоизоляцией. Помимо потолка и сидений, у нас также и приборку тоже обшили. Вот, то есть здесь у нас сверху черная кожа с таким ровненьким коричневым швом. А вот здесь вот коричневая кожа, ну, то есть в нижней части коричневой кожи тоже с таким ровненьким коричневым швом. Ну, это, так скажем, в принципе, простые изменения. Ну, а если мы говорим о более сложных изменениях, то давайте поговорим о водительском сидении. То есть основная проблема вообще японских автомобилей в том, что у них очень короткие подушки. То есть вот у немцев таких проблем никогда не было, а вот у японцев эти проблемы возникают. Это актуально для длинноногих людей, потому что если ваши ноги длинные, вы едете на дальних дистанциях, у вас нога провисает и достаточно, ну, сложновато передвигаться на дальних дистанциях. Давайте уж будем откровенны. Вот так выглядит переделанное сидение Land Cruiser 300. То есть что у нас здесь появилось? У нас здесь появился вот этот вот блок управления и регулировки поясничного отдела. Но в отличие от штатного, он специфично настроен. То есть вот это вот надувает подушку кнопка, а вот это вот сдувает. То есть в штатной версии по-другому. Ну и плюс можно отрегулировать подушку под спину, вверх или вниз. Но самое важное, как я считаю, кнопка по центру. Это кнопка, которая активирует массаж сидений. И вы можете выбрать один из трех режимов. Это первая доработка. Вторая, самая важная доработка, это то, что у нас появилась подколенная подушечка. Эта подколенная подушка, она позволяет длинноногим людям чувствовать себя комфортно. Потому что сейчас, вот смотрите, если подушка убрана назад, то у нас расстояние где-то 3-4 пальца. Ну, в оригинальных сидениях, мне кажется, даже еще больше. А если мы говорим о том, что подушка выдвигается, то все, нога вообще не провисает. То есть мне даже многовато. Рост у меня 190. Если же вы хотите, чтобы у вас была немножечко другая эргономика сидений, или как-то по-другому можно было настроить массажи, или еще что-то. Это все можно сделать. Так что вариантов индивидуализации салона большое количество. Ну, опять же, да, если мы говорим о цвете, о вариантах отделки. В общем, что хотите, то у вас будет. Тут вопрос всего лишь в бюджете. Помимо перетяжки салона и доработки водительского сидения, у нас с вами еще сделан антихром кузовных элементов. То есть все то, что было хромированное, теперь оно не хромированное, а следовательно темное. Это логотип, буквы, диски, все накладки. Ну, в общем, теперь все у нас вот в таком темненьком антихроме. Дорогие друзья, спасибо большое, что досмотрели до конца этот выпуск. Для нас это новый формат, и если он вам понравился, в комментариях напишите, да, что он вам нравится. Что вы хотели видеть, какие марки вы хотели видеть, да, как мы их, да, оснащаем. Может быть, вы хотели видеть, как мы это делаем, еще что-то. Так что, если у вас есть какие-то пожелания, пишите, мы будем рады вас слышать и делать то, что вам больше хочется видеть перед своими глазами. Вот, как видите, обзоры, к сожалению, на новые автомобили сейчас выходят очень редко. Ну, понимаете почему, потому что новых автомобилей, новинок каких-то новых сейчас не так много. Так что будем стараться наполнять наш канал новыми интересными видео. И отдельно от себя хотел сказать большое спасибо, что вы комментируете все видео, которые мы делаем. Потому что я очень люблю читать ваши комментарии. Они действительно классные и самое для меня приятное, что они поддерживают и говорят о том, что ту работу, которую я делаю, она вам нравится. Спасибо вам и до новых встреч!